Владимир Бурма всегда рад гостям. Облачается в китель с наградами, немного смущается камерой, говорит, что боится ее. А вот во время войны боец страха не знал. Может потому, что на фронт попал совсем молодым, 17-летним. Ростов уже был в это время занят. В сентябре месяце. И направлен был, нас было человек 12-15, так примерно, направлен в город Николаев, где нас направили в учебную дивизию. Везде и проходили обучения многие службы воинских частей. Юный пулеметчик Бурма начал свой фронтовой путь в Ленинграде, где сражался до самого прорыва блокады и первого тяжелейшего ранения. После Ленинградского был Западный фронт и снова ранения. Из военного госпиталя отправили на Калельский фронт, а там бои на реке Свирь и вновь перемены в судьбе. Владимира Степановича направили на учебу. Войну с японцами он встречал уже в офицерском звании. К Манчжурии подошли, здесь уже нам сказали батальон, значит, марш вперед. Перешли мы 8 августа. Нам приказ был зайти, значит, в тыл противника, где-то там 25 километров. Там железная дорога. Хороший рассказчик, благодарная аудитория. Молодежь с интересом слушала Владимира Степановича. Факты из его военной биографии станут частью книги об участниках Великой Отечественной войны, которую готовит к изданию Совет молодых депутатов Краснодарского края для будущих поколений, которым уже не посчастливится вот так из первых уст услышать правду о войне. Продолжение следует...